Давать или не давать показания? Вот в чем вопрос. К сожалению или к счастью, сразу забегая вперед, хочу сказать, что на этот вопрос вам сможет ответить только адвокат. Ваш адвокат, а не адвокат по назначению, например. Тот, кто точно вам скажет, обязательно давайте показания. В каких случаях стоит их давать, а в каких нет, сегодня и будем разбираться. Итак, если у вас нет рядом советника, профессионального адвоката, а следователь настаивает на том, чтобы вы отвечали, ему даже не важно что, лишь бы вы ответили, то есть были на контакте, и угрожает вам тем, что за отказ от дачи показаний есть уголовная ответственность по статье 308 Уголовного кодекса, за которую на секундочку, либо штраф 40 тысяч рублей, либо арест аж 3 месяца, не верьте, это все не работает. Как бы следователь не увещевал, как бы он вас не стращал и не угрожал уголовной ответственностью, по этой статье еще никто не сидел в тюрьме. Штрафы были, это да, но не такие большие. Никто в тюрьму не сядет, если не хочет давать показания. Это ваше личное дело, давать или не давать показания. Вы можете себя плохо чувствовать, вы можете попросить перерыва для того, чтобы освежить память, или собрать документы. Самое действенное, для того, чтобы не давать показания, это просить перерыв для того, чтобы вызвать своего адвоката. На этом основании вам обязаны предоставить перерыв. И если этого не сделают, это уже нарушение следователя. И только когда приедет ваш профессиональный адвокат, обсудив с ним те или иные нюансы, вы сможете понять, на какие вопросы стоит отвечать, а на какие нет. Дело в том, что я не рекомендую в принципе сразу с порога брать 51 статью Конституции и не давать никаких показаний. Это ничем вам не поможет, а лишь облегчит работу следствия. На какие-то вопросы, которые вы точно знаете, что они для вас безопасны, нужно отвечать. А на те вопросы, на которые вам не хочется пока отвечать, лучше сказать, в настоящий момент затрудняюсь вспомнить. Не надо вставать в конфронтацию со следствием. У них в данный момент гораздо больше прав, чем у вас. А у вас гораздо больше обязанностей, когда вы находитесь на допросе в качестве свидетеля. И даже если вы потерпевший, и вас допрашивают в качестве потерпевшего, лучше не отказываться от показаний, а давать те, в которых вы уверены. И не помнить те, на которые вы не хотите отвечать. Категорические формы общения. Отказываюсь давать показания. Не буду отвечать на этот вопрос. 51 статья Конституции. Применимы лишь в очень ограниченных случаях и только с совета адвоката. Никак иначе. В противном случае это обернется для вас только хуже. Следствию очень хорошо, если вы не даете никаких показаний, а все время молчите. Презумпция невиновности здесь не работает. Будет доказана ваша вина без вас. Наивно полагать, что в суде вы сможете что-то изменить. Судя будет отталкиваться от того, что вы не давали показания. А следствие будет настаивать, что это была форма защиты. Защиты от уголовной ответственности за содеянное преступление. Именно так. А как у нас люди обычно не дают показания? Либо говорят, не хочу отвечать на этот вопрос. Либо говорят, 51 статья Конституции Российской Федерации, которая дает право не свидетельствовать против себя самого, своих близких и родственников. Это не всегда помогает. Ведь что такое допрос? По сути это стресс. Причем стресс с вашей стороны. У следователя все хорошо. Есть ловушки, подводные камни, вопросы с подковыркой. Как себя вести в этой ситуации? Я собрал в чек-листе. Стоп-слова на допросе, которые ни в коем случае нельзя говорить. Распечатайте и пользуйтесь. С вами был Корнев Антон. Подписывайтесь на всякий случай. Субтитры создавал DimaTorzok